Ну что, Алекс Лесли, 40-летний брошенный мальчик Всем привет, народ Ну, я снимаю для вас реакцию на Алекса Лесли Алекс Лесли это очень криповый персонаж Но именно этим интересно на него делать реакцию Потому что он тоже такой коуч по соблазнению Но я не коуч по соблазнению Я больше такой коуч по отношениям, по Blackpill А Алекс Лесли, он снимает уже 20 лет про отношения И он говорит, что у него было много женщин А я думаю, сотни, да? Но вы удивитесь, но у него и у Ванамаса очень много общего Очень много общего Давайте я сделаю реакцию на это видео Алекс Лески О главном мужском законе на 23-й год И мы поймем, в чем разница и в чем похожесть Лесли и Ванамаса Потому что у одного было тысяча женщин, у другого ноль Но именно это, именно это их объединяет Потому что они оба выбрали разумизм То есть жизнь для себя Давайте посмотрим, в чем они похожи Но сначала полный дисклеймер Меня зовут Джордж Викхал Я продаю свою подписку на Boosty Где я обучаю именно отношениям Как подстроиться под современный дейтинг рынок У меня есть и Redpill, у меня есть и Purplepill, и Bluepill Таблетки продают, короче, ребят, продают по таблеточке Blackpill, то есть прям вот полный, короче, спектр информации Который вам нужен про современный дейтинг рынок Так что на Алекс Лесли я делаю реакцию с целью отбить у него аудиторию С целью привлечь аудиторию из трафика Потому что многие молодые парни, которые хотят потрахаться Они смотрят Алекса Лесли, чтобы научиться соблазнять телочек Но они не до конца понимают, к чему может привести вот эта вот идея того Что надо же кого-то соблазнять Потому что если вы кого-то соблазняете, значит, ты как бы недостаточно хорош Чтобы это просто так, как бы получить То есть такая мысль, что я недостаточно хорош, значит, мне нужно соблазнять А я больше обучаю тому, как, собственно говоря, свою самооценку поднять до такого уровня Чтобы вам не нужно было никому соблазнять Вы просто как бы внутри себя считали, что этого достойны И реально были этого достойны, того, что вы хотите Ну давайте начнем, там уже походу дело видно будет, погнали Ну, кстати говоря, многие женщины действительно хотят быть в слабой позиции Но они не хотят, чтобы он послал ее нах А они, конечно, хотят, чтобы он остался в итоге Чтобы он поюзал и остался, а не послал ее нах И это всегда так Это закон природы Ребят, вы часто спрашиваете Зачем рисоваться? Ну, он имеет в виду про гипергаммность То есть он сам не знает, скорее всего, такого слова Но он сам как бы опытным путем к этому пришел Я не знаю такого слова Забавно наблюдать за людьми, которые сами опытным путем пришли к чему-то Что как бы психологи забгорные и коучи забгорные уже давно это знают Лет 20 назад уже все это пережевано сто раз А эти как бы такие, знаете, пещерные люди Вот чем-то умиляет меня вот эти старички То есть они какие-то базовые вещи Например, закон Бена Франклина, который сто лет уже известен Но они это задвигают с таким видом, как будто это какой-то вселенский секрет Такой, знаете, какой-то тайна поколений Которую ни в коем случае нельзя никому рассказывать Тем более бесплатно На самом деле все, собственно говоря, то, что преподает Алекс Лесли Базируется на законе Бена Франклина Что чем больше мы куда-то вкладываемся Ничего не получаем взамен Соответственно, мы вложились, хотим наше вложение обратное И мы как бы типа влюбляемся в этого человека На самом деле это не любовь Это такая болезненная привязанность В результате вот этих неоправданных вложений И накрученных ожиданий Ну, это он называет любовь Хотя это не любовь, как бы Но это накрученные ожидания Ну ладно, давайте посмотрим, что он говорит И быть типа ультрабогатым Все эти тачки в аренду брать И типа делать вид, что ты богат Пускать пыль в глаза Все очень просто Современные телки Они просто ленивые мрази Ого Все топовые Классные бабы Ничего не хотят делать И Твоя задача очень простая Сурово, блядь, сурово Ну, обобщение Хуевые Они не должны работать Вот Ну, то есть они не работают На самом деле Нет, многие женщины действительно Достаточно ленивые Многие женщины действительно хотят Ну, не большинство даже, наверное Многие хотят на шею сесть И поехать, так скажем Но такое Показал ей, что ты Невероятно богат Пустил пыль в глаза И у нее от шока Что ей привалило счастье такое Что сейчас появился парень Который много в нее Вложит бабок Она просто в трансе И она начинает Сходить с ума Втрескивается в тебя Ты говоришь Я, детка, я тебе сейчас Мы с тобой покатаемся Сейчас Только надо быстренько заехать Там Документы от машины Взять в отель Вот Она видела, что у тебя Крутая тачка на сторисах Там и так далее Она верит абсолютно Ну и ты заезжаешь С ней в отель На ожиданиях того Что ты Будешь вкладываться Круто в нее Ну, опять же Вот, видите Я прям только что Это сказал Ну, наеб просто Че, че просто наебывает Чел наебщик То есть Как вообще нарцисс действует Так как он ее Как бы накручивает Накручивает ее ожидания То есть у него внешки нету И поэтому он не может Накручивать ожидания Своих внешних Потому что когда Парень привлекательный Да хуй знает У Лесли норм внешка То есть опять же Все эти блокпилы Хуилы Я хуй знает Я серьезно хуй знает Более того Ну Алипов уже приводил Некоторую статистику Что представление о блокпиле Обратно противоположное тому Что говорит Вот этот вот Коуч Джордж Блять Это чувак Джордж Себя называет Чтобы вы понимали Это Джордж Ему даже по большому счету Особо делать Хуй знает Правильно ли это Правда ли то Что Алипов там Выдвинул Представил там Как она выйдет за него замуж Какие у них будут Красивые дети Как она будет с ним жить А он стоит рядом Ничего не делает Она уже в него влюбилась Так работает внешка То есть внешка работает не так Что девушка Она как бы смотрит на тебя И прямо хочет тебя Это у нас так Но у них это не так Это именно работает так Что когда у тебя Привлекательная внешность И как бы легче Накрутить Вот себя И представить Совместное будущее С тобой В данном случае Он рассказывает про то Что он берет Соответственно Вот этих Беркантильных теток Из Дубая Да Которые едут туда Чтобы соответственно Встретить богатого мужика Либо просто Поискортить И соответственно Он как бы Притворяется Таким современным Принцем На Феррари Обещает им Как бы намекает Завлекает Накручивает их Неожидание Так же И соответственно Подводит их К тому Чтобы Надо как бы Оплатить вперед Это все Она думает Только бы не на косячи Только бы не спугнуть Свою счастье И ты Ее Трахаешь в отеле Ну да Декадент Но на мой взгляд У него Во-первых Довольно примитивный Подход К соблазнению Женщин Это раз Во-вторых Это опасный подход То есть По сути Фишка Лесли Заключается в том Что Мы как бы Предлагаем свои услуги Всем кому Блядь попало И кто-то соглашается В итоге И у нас секс есть Все Конец Ну все Все Это конец Как бы То есть Это методология Абсолютно Ну Пальцем в небо Вот этот Даже Джордж Он куда интереснее Как персонаж У него более интересный Более как бы Более сложные Планы Да Как бы так идут То есть Он там какие-то Он про отношения Рассказывает Как их заводить Мне кажется Его представления Джорджа Они конечно Немножко сказочные Да Но все-таки У него более сложное Мировоззрение В плане этих самых Отношений У Лесли Оно просто Во-первых Двухмерное С точки зрения Того что ему Только секс Нужен Во-первых Ему буквально Только секс Нужен Это раз А во-вторых Он учит Как просто Ну найти себе Девушку на ночь И это Ну 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 Это почти Для многих Для большинства Мужчин Это довольно Ну просто Это можно сделать С кем-то Да переспать Там по пьяни Не по пьяни В клубе Не в клубе И так далее И так далее И так далее Ну Блядь Ну 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 Каждый Может Если для вас Это как бы Смысл жизни Вам Никой Алекс Лесли Нахуй Не нужен Методология Проста Предлагайте Свои услуги Ебли Всем Блядь Подряд Всем Нахуй Рассылку Сука Делайте Поебаться Рассылку Поебли Делайте Может быть Кто-нибудь Согласится И у вас Будет секс Рано или поздно Год Будете Рассылать Разным Девушкам Рассылки На секс Там Подходить К ним И там Не знаю Соблазнять Быстро Рано или поздно Секс Блядь Будет Вот Как бы Так Ну Это как бы Не то чтобы Хитро Но Есть свои Нюансы Да То есть Если вам Даст девушка Которая Дает Там Буквально Всем Есть Некоторые Проблемы Вот Есть Проблемы Да блин Декаден Ну во первых Лесли не урод Он нормально Выглядит Я замечу То что его Джордж Коуч Короче оценил Как некрасивого мужчину Который на бабки Цепляет Это полный пиздеж Я думаю Лесли без единого Доллара Может соблазнить Какую-нибудь Рандомную тянку Просто Ну Не каждую тянку Но какую-нибудь Тянку соблазнит Понимаете То есть Методология Блядь Проста Его Лесли Лесли не утонченный В этом плане С Лесли все понятно Эта методология Она простая И она имеет в себе Один единственный Большой колоссальный Тотальный Абсолютно ужасный Риск Блядь За ППП Всевозможное То есть За ППП Подхватить Действительно Блядь Можно Ну Это как бы Изи Изи Когда ты на полной Неразборчивости Подкатываешь Блядь Ко всему Что движется И пытаешься Это выебать Так или иначе Там не знаю Может машины Иногда своей Подыгрываешь Там модные фотки Иногда какие-то делаешь А мы дохуя Лесли Смотрели Генеральный Суперинтендент Причем Самое важное Понимать Что ты Эту тёлку Больше никогда Не увидишь Потому что Если ты Ещё раз Не встретишься То Она Захочет Сказать тебе Слушай Ну А мне что С этого Со всего Ты меня классно Так драхал Поэтому Получи с ней Всё Поюзай её По максимуму Всё что тебе нужно Там массаж Драхай её Ещё Пока Короче Ты не насытишься И просто потом Её Пошли И всё И Женщины Ну мне кажется У него какая-то обидная На женщин действительно есть Потому что Ну это и вы заметили Алина И вот этот Джордж заметил Не знаю Генеральный Суперинтендент Может смотрели Может нет Можете попробовать Заказать Если особенно Это не длинное видео Почему бы и нет Мне кажется Здесь какая-то обида И какая-то Свеобразная месть Женщинам За то Что может быть Он им в молодости Не нравился А потом Начал соблазнение Выдумывать И вот В этом плане Такое И он к женщинам Относится Очень материалистически То есть Он их как людей В принципе Не рассматривает Ну это зря На самом деле То есть У мужчин и у женщин Есть свои На мой взгляд Особенности К сожалению И мужчины и женщины В среднем Друг друга Как людей Не особо рассматривают Как людей Со всеми их слабостями К сожалению То что мужчины Полигамно Не полигамно Скорее и культурно И может быть Даже физиологически Им больше свойственно Изменять Например Просто потому Что По разным параметрам И культурно Это более одобряется И собственно Физически Это более проявляется А у женщин Какая-то Дичайшая обида За измены Просто Как будто бы Даже если ты убьешь Кого-то Средняя женщина Средняя женщина Но если ты кого-то Убьешь Отреагирует на это Мягче Скорее всего Чем на измену И вот это Немножко поражает На самом деле Такое вот Уничижение Понятия Вот этой самой Измены Как-то так А у вас Это прям обида Фуя романтика Начинают тебя уважать Тогда Когда ты Посылаешь их Нахуйно Потому что Любая женщина Любит Когда ты Поюзаешь ее Они тебя ценят Когда они Пиздец любят просто Тебя теряют Отпользовал ее Вообще По максимуму Высосал из нее Все что Можно было И послал ее И все Так Алин В этом-то и фишка Ну просто Проблема заключается Наверное в том Что с Лесли Романа не будет То есть у вас Не будет с ним Романа Понимаете Потому что Основная фишка Лесли Это как раз Переспать и убежать Вот Вот фишка Как бы Тут не роман Тут эмоции Только секс На самом деле Прогнозируется Как-то так И чистый секс Женщина Мне кажется Не нужен Ну Я опять же Я повторю мысль Которую я в начале Стрима сегодня говорил Для женщины Получить секс Так же легко Как взять и попить воды Но только с водой сложнее Воду надо встать Самой налить А в жизни Ты просто берешь Нажимаешь там Хочу секса Там где-нибудь Пишешь кому-нибудь Все И этот стакан воды Который называется Мужчина И он сам к тебе Прибегает Ложится Соответственно И сексом с тобой Готов заниматься Особенно Если ты не сильно Притязательно В общем-то То есть сопротивление Вряд ли Какое-то Будет найдено Можно даже Наверное Практически К любому другу Который никем Не занят Написать Если вы Выглядите Более-менее В его вкусе А скорее всего Вы выглядите В его вкусе С очень большой Вероятностью Как бы вы не выглядели У вас Блядь Будет секс Короче Вот настолько Изи Женщины секс В среднем Не особо ценят Потому что Они знают Ну вот Ну блядь Ну не достанется Мне блядь Арнольд Нахуй Шварценеггер Или Владимир Владимирович Путин Ну Я всегда могу С Васей Блядь Переспать Вася Безотказно Даст Сто процентов Вася Блядь Вот он Точно даст Блядь Вот вообще Никаких вариантов Что он не даст Вот как-то вот так Понимаете Ну да Вася не такой хороший Но все равно Вася в среднем Наверное Ну Ну вот Вася иногда Норм Короче Вася все равно Норм Но блядь Женщина хочет Побыше кого-нибудь Все равно Иногда бывает Ломается Но она всегда знает Что секс она получит Секс для женщины Получить довольно легко Ну Не всегда Хороший секс Не всегда Качественный секс Поэтому кстати Женщины Мне кажется Они более Гурманы С точки зрения секса Мужчине Ты что Типа Ну писю Всунул Блядь Высунул Блядь Кончил Блядь Все Ты блядь Гений Ты охуенен Ты круто Если ты не Не Володя Батхертов Ты не будешь Там выебываться Ты не будешь Выебываться И придумывать Себе какие-то Там эти Супер оргазмы Там вот это Вот что Под грибами Там вот это Все Потом падать Там нахуй В обморок Да То есть тебе Все это не надо В среднем Ты как бы Сунул Высунул Типа пошел дальше Заебись Круто Да А женщины Они больше Гурманки Мне кажется Опять же Я просто опять же Замечу Что У меня иногда Срабатывает стратегия То есть если я вижу Что женщина Она Имеет Высокая либидо Если женщина Имеет высокая либидо Я в принципе знаю Что я могу Надавить на тему секса Сказать что я Хорош в нем И рассказать Насколько я в нем хорош Что я умею И что я как бы Практикую И она согласится Она согласится То есть Если бы я Ну то есть Если бы она не была Гурманом в сексе Она могла бы Отказаться на самом деле А я предлагаю ей Некоторые гурманские Такие интересные вещи Женщина может На такое согласиться А мужчина Блять согласится На любую хуйню Практически Ну типа Ну ладно Кроме некоторых практик Которые являются Наиболее зашкварными Но мужчина согласится Там вот На почти все Что женщина предложит А женщины Да Они более гурманисты Потому что секс Им получить проще Поэтому женщина Наверное секса Не ждет от мужчины Она его как говорится Дает Она дает секс Почему она дает Да Потому что Она может дать тебе Может дать ему Может дать ему Это ты ходишь И как бы Ищешь Кто тебе даст А она вот дает Туда-сюда Обратно Куда-куда-куда захочет И ей это легко Как бы Вот Это легко В том плане Что для женщины Заняться сексом Не представляет собой Ну никаких Тяжелых усилий Вот так вот Скажем Да Дайте нам секс Дайте нам секс То есть Женщине не сложно Получить секс Поэтому просто Простой базовый секс Некачественный Некрутой Никакой Для женщины Не представляет Никакой ценности Для мужчины Любой секс Практически Просто сунул Вынул Побежал Ты уже Как бы Норм Все Он представляет Ценность Чаще всего И вот Наша разница Здесь уже Начинается Наша разница В подходе То есть Мы мужчины Да Ну вот Потрахались И норм Мы мужчины С женщинами Имеется ввиду Конечно Конечно Имеется ввиду С женщинами Вот А у женщин Не так У женщин Не так Даже если Женщина С достаточно Высоким Либидо Она будет Искать Она будет Искать Ну как бы Партнера Который В наибольшей степени Сможет ее удовлетворить Показать ей что-то новое Что-то интересное И так далее Так далее Так далее Вот А Лесли В принципе говорит Женщина любит Когда ее поюзали Блядь и выбросили Да нет Не любит Никто не любит Когда их поюзали И выбросили Когда ты это делаешь Когда ты юзаешь И посылаешь Она начинает страдать Грустно От того Что она страдает И любит Она получает много На самом деле Эмоций И удовольствия У меня до них полный Инстаграм На самом деле У них всех одна Эта же история Что влюбилась парня И либо я дала И он после этого пропал Либо я не дала И он пропал Что делать Что делать Я говорю Что делать Ты ему не нравишься Что ты можешь сделать Да нет Может быть и нравится На самом деле Тут еще один нюанс Может заключаться В том что Женщины могут давать Мужчинам Которые на самом деле Еще и сами Во-первых Разбираются Как с женщинами общаться И одновременно с этим Ну как бы Понимаете Такой мужчина Как пропал Не пропал Он просто может Перестать тебе писать То есть он получил свое Он как бы Викторе Победил Да здесь Все И если ты ему Сама писать Не будешь Проявлять инициативу Он может просто Тебе в ответ Не писать Ну и все Это не значит пропал Это значит просто Ну может переключился Куда-то на другую Цель А ты ему и не пишешь И может быть Ему кажется Что как бы Ну и ну и ладно Тут такое Видимо не нравишься Но они Трудно хотят Либо как-то Отомстить Либо как-то Его вернуть Что-то придумать Ну потому что Да они вложились И ничего не получили Он как бы В этом плане Он прав Конечно Но прикол Потому что Ну окей Ты ее поюзал Один раз И что дальше Что дальше Надо новую Искать Опять новую Потом опять новую Потом опять новую Не ну просто Опять же Тут еще может быть Вопрос Что вот Женщина Женщина Если она Сексуально Неизбирательна Так скажем Да То Блин С ней иметь Дело Может быть Довольно Тоже Опасно Да и с мужчиной На самом деле Тоже Так что Тут такое Женщины Любят Мужчин Которые Заставляют Их Страдать А зачем Тебе надо Чтобы она Тебя Любила Ну я не знаю Насколько Это психологически Правильно Работает Но просто Если вообще Человек Заставляет Тебя Страдать Скорее Всего Ты страдаешь Уже Из-за того Что ты К человеку Испытываешь Симпатию То есть Ты Не любишь Страдать На самом деле Просто Ты испытала Симпатию К человеку Человек тебе Понравился И вдруг Он с тобой Не общается Или он тебя Кинул Или он тебя Послал А она Все равно Испытывает Тебе Симпатию Но она Уже Послана И конечно Она страдает Из-за этого Ну очевидно Мне кажется Лесли здесь Путает Причину и следствие Немножко Не то чтобы Женщины Любят Страдать Или Женщины Любят Тех мужчин Из-за которых Они страдают Просто так Получается Что В большинстве Те мужчины Которых Любят Женщины В итоге Их заставляют Страдать Ну по тем Или иным Причинам Потому что Не соответствуют Тем или иным Их ожиданиям Ведут себя Не так Как они Хотели бы Потому что После первого секса Мужчина становится Уже более-менее Сам собой Да так скажем То есть Если до этого Вы играете В какую-то Шизопартию Где там Не знаю Букетно-минетный Блять Период Где шизофрения Происходит тотально И вы друг друга Взаимно наебываете То после первого секса Мужчина такой Ну все Вот он я Пу блять Поехали Соответственно Ну шучу конечно Не всякий такой Ну просто Мужчина начинает Вести себя Более правдиво Потому что Целью он добился И здесь Начинается Разочарование То или иное Вот Молодым телом Женщины Загоняются По таким мужикам Тогда шуе Рано или поздно Ну блять Просто если вы будете Смотрите Давайте так Стратегия Алекса Леса Заключается на том Что у вас есть Просто ну Огромная Выборка Огромная Выборка Ну если честно Тактика Леса Реально работает Скорректирована Ну Декадент И вот Вся тактика Не может не работать Это просто Блять Пальцем Сука В небо Это если бы он Знаете Говорил что Если ты засунешь Хуй в унитаз То твой хуй Побывает в каком-то Отверстие Тут приблизительно Как то так Понимаете Это как Знаете Выебать Помойку Блять Я не знаю Выебать Мусорный Бак Там Или еще Что Нибудь То есть В этом плане Техника Алекса Лесли Она просто Ну максимально В лоб Максимально Примитивна И максимально Только на секс Она и настроена На самом деле И да Если ты предложишь Свои сексуальные услуги Огромному количеству Женщин Рано или поздно У тебя секс Блять Появится Вот Это Это правда Ну и да Чтобы у тебя чаще Был секс Ну приоденься Блять Выгляди получше Машину есть У тебя есть Прикупи И все Блять Ну как бы Будет проще Ну Страта Лесли Полезна Разве что Каким-нибудь Тинцелом Тупо Чтобы Нереально Заебавший Самооценку Понять Да 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 Именно Именно Так и есть Ну То есть По сути По сути Это даже не интересно В этом никакой игры Особо нет То есть Если ты более-менее Симпатичный Нормальный мужик Который там Не знаю При бабках Или не при бабках Хотя бы При какой-то внешке Более-менее нормальной То Соответственно Ну Тебе все это Не особо нужно То есть Заниматься сексом Так скажем Социальными низами Буквально Да Которые Ну Вообще Просто Просто Дают Дают По дефолту Ну Такое Не потому Что я Кстати Осуждаю Таких Женщин Ну Просто Потому Что Ну А Опасно Просто Опасно Тебе 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 Загоняются По Мразям По Подонкам Зачем Какая-то Цель В чем Я не понял Цель В том Чтобы Она По тебе Загонялась В чем Цель Тебе Это двух Крайностей Все Так Давайте Так Есть Две Крайности Поведения Мужчины Сначала Мужчина Ну Как бы Давайте По дефолту В молодости Когда он еще Нихуя не понимает И гормоны У него Ебашат И у него Есть Какие-то Идеалы Мужчина В целом Он Настроен На то Чтобы Сталкерить Проявлять Очень Большое Внимание К Женщине Ценить Ее Бегать За ней Иногда Даже Это Заставляет Цветы Дарить Подарки Еще Какую-то Хуйню Вот И в этом Плане Мужчина Оказывается В уязвимой Позиции Женщинам Это Ну Пиздец Как Не нравится Опять же В среднем Женщинам Не нравится Когда за ними Бегает Кто-то Прям Вот Вообще Бегает Да Там Сталкерит Ее Следит Там За ней В интернете Ей Постоянно Что-то Там Странное Пишет Женщинам Это Не нравится Это Странное Куколдское Блять Слабое Поведение Которое Не нравится Женщинам И Алекс Лесли Просто Ну Вот Предлагает Выйти Из этой Стратегии Но Он Предлагает Выйти На Противоположность Которое Женщины Еще Не До Конца Могут Осмыслить Большинство Женщин В молодом Возрасте Сталкиваются С такими Мечтателями Куколдами Я тебя Люблю Я тебе Звезды Подарю Дорогая Милая Будь со мной Она понимает Что он у нее В кармане Ей на него Похуй Даже Становится И такое Отпугивает Это Странное Нездоровое Поведение И мужчинам В молодом Особенно Возрасте Это Очень часто Свойственно Это Выглядит Очень Кринжово В общем Это Никому Обычно Не нравится Это Неправильная Стратегия Так Это Не Работает От Этого Надо Отказываться Но Многие Мужчины Совершают Такую Ошибку Особенно В молодости И вдруг Появляется Такой Своеобразный Мудак Приветствую Этьер Это Не вы Этот Мудак Не вы Кстати На всякий Случай Поясню Чья Модель Поведения Сильная То есть В отличие От Куколда В отличие От Куколда Который Там Дорогая Милая Цветы Тебе Подарю Все Дела Его Модель Поведения Является Сильной Но Она Противоположна Модели Поведения Куколда Это Модель Поведения Сильного Человека Который Посылает В итоге Нахуй В принципе Женщине Подошел Б любой Сильный Человек Не тот Который Мудак В том числе Который Ее Нахуй Посыл Просто Сильный Мужчина Подошел Б Вполне Спокойный Сильный Уверенный Мужчина Нормально Ей бы Подошел На самом Деле Никаких Особых Проблем Она Не Испытала Было Все Круто Ну Вот Просто И Мудак Он Тоже Работает Мне Кажется Ну Вот Секса Вроде Теперь Он Хвастается То есть Он Хвастается Тем Что Она По мне Загоняется Нахуя Тебе Это Надо С Какой Целью Это Эго Буст Это Не Знаю Ты Хочешь Внимание Или Что Он Хочет Пока Непонятно Которые Притворяются Типа Я Такой Богатый Я Такой Успешный Чувак Который Там Типа Врус Бал Короче Я Нагибаю Всю Планету А Потом Просто Сливаются И Все И Это Повсеместно У тебя Все Будет Хорошо Если Ты По-честному Ты Хороший Мальчик У нее Никаких Вообще Эмоций Важно Чтобы Она Чувствовала Себя Обманутой И Отюзанной И Вот На моменте Когда Она Чувствует Себя Обманутой И Отюзанной Она Реально Начинает Подсаживаться Она Влюбляется В тебя И Просто Очень Сильно Начинает Тебя Хотеть Она Рассказывает Другим Подружкам Как Ты Наебал И После Этого Она Ну Так И Есть Ты Ее Наебал Не Могла Долго В себя Прийти Обращаться К Психологу За Счет Этого Просто К Мне В Эстограм Растет Твоя Карма Настоящего Элитного Солнца Взял Например Девочку Вчера Ну Это Уже Бред Какая Карма Элитного Солнца Встретился С ней Я Понимаю Прекрасно Что Она Я Больше Не Увижу Скорее Всего Поэтому Я Трахал Ее Столько Сколько Нужно Она Уже Говорит Мне Натерло Там Мне Натерает И Все Такое Наверное Все Это Не Обращаю Внимание Почему Потому Что Я Понимаю Что Я Больше Никогда Не Если Не Буду Встречаться Ну Это Жестоко Довольно На самом Деле В принципе Не На мой взгляд Если вы Ищете Девушку Так Скажем Для Секса Надо Искать Девушку Которая Согласна На Такого Рода Контакты Да То 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 Она Заранее Понимает Правила Игры Вот Так Вот Скажем Вот Если Вы Вот Так Вот Просто Какой То Невинной Девушке Которые Вы Хотите Использовать И ухудшить И отношения Ну Ее Собственно Строение Но Это Такое Себе На мой Взгляд Вот Просто Это Жестокая Модель Поведения На самом Деле Неприятная Жестокая Печально Почему Ну Потому Что Она Теперь Хочет Чтоб Я Вложился В Нее Зачем Мне Это Нужно Девочь Ну Кстати Горя Ты Верно У У меня В Инстаграме Ребят Тоже Полно Таких Вот Я Сделал Сторий Запустим Кто Хочет Увидеться По Москве Попить Копи Там Больше 200 Женщин Проголосовали Нажали На Голосование Но Я Из 200 Только Трех Отоправ Потому Что Я Не Ищу Именно Такой Вот Мне Не Доставляет Как Быто Удовольствие Просто С Соответственно С Ними Общаюсь Выясняю Они Обще Стоят Того Чтоб С Ними Встречаться Там И Так Далее Также Из Моего Нетворки Гай Строи Там Который Уже Я Отобрал Он Как Я Понял Он Просто Берет То Что Попадается Под руку Юзает И Бросает Юзает И Бросает Ну Да Он Берет То Что Попадает Приветств Владимир Берет То Что Попадается Под руку Юзает И Бросает Да По факту Ну Да Такая Стратегия Довольно Легкая Она Работает Да Безусловно Безусловно Работает Но Она Довольно Легкая Относительно Вот этого Black Peel Cocha Джорджа Purple Black Red Yellow Peel Блять Или Как Там Он Не знаю Какой Таблетки Он Причисляет К Purple Peel Да Вот этого Коуча Великого Если мы На него Посмотрим Действительно Непонятно Насколько Его методология Конечно Работает Тут Правда Он Может Сказать Что У него Все Работает Но Тут Важно Еще Заметить Что Он Ну Как и Я На самом деле Мы Персоны Более Менее Медийные Причем Судя По Всему Мы Довольно Похожей Степени Медийности То У него Здесь На Ютубе По Крайней Мере 4 тысячи Подписчиков У меня Тоже Где-то 4 тысячи Подписчиков Актив У нас У обоих Есть А те Люди У которых Есть Актив Понятное Дело Мы Занимаем Некоторое Лидерское Положение В определенном Социальном Сообществе Из-за Этого Мы Имеем Внимание В том Числе Женщин Вот А будет Ли та же Самая Методология Работать Например Не только На Джорджи Или Например На мне А например Вот Сайт И плюс Не то чтобы Он мне кажется Получает удовольствие Непосредственно От секса Потому что Про секс Он говорит Безэнтузи Нет Есть моменты Где он Про секс Довольно Много Рассказывает Поэтому Мне кажется Секс Ему тоже На самом деле Нравится Просто Это конкретно Такое Видео В котором Он вот Так Вот Рассуждает Поэтому Я здесь Все-таки Считаю Что Не нужно Наверное Вот это Все вот так Рассматривать Но Я например Для себя Наверное Скажу Что для меня Секс Важен Интересный Хороший Секс Для меня Тоже важен И Крут И Интересен Но Я тоже Не думаю Что у меня Здесь какой-то Большой Энтузиазм И я Скорее Всего Секс Использую Для Удовлетворения Некоторых Других Эмоциональных Потребностей Все же Все же Да Вот То есть Сам секс Не является Первоочередным Хотя Да Секс Отличается От Мастурбации Например Он приятнее Он интересней Но При этом Все Конечно Куда Более Интересно Все Таки Несколько Другая Эмоциональная Сторона Ну Например То Что Ты Доминируешь Что Что Ты Смог Там Не знаю Добиться Например Или То Что Ты В сексе Сам Хорош По себе Мне Нравится Не сам Секс То есть Не самому Удовлетворить Себя Например Да В данном Процессе А то Что Я Ну Охуенно могу Все это Сделать Я прям Я прям Кайфу От Этой Штуки Что Я Короче Мастер В общем Что Я Короче Гуру Что Я Саня Ювелир Помните Видео Саня Ювелир Так Вот Там Я снимался Там Я был Это Был Я На самом Деле Если Вы Не знали Вот У меня Такое Прозвище Уже Очень Давно Саня Ювелир Ну Это Просто Это Просто Круто Это Еще Одна Область Такой Своеобразная Реализация Отчасти Спортивная Отчасти Неспортивная Соответственно Вот Не Любовь Романтика Единение Души Это Сложнее Ну На самом деле Я Даже Не Думаю Что Я Готов Сейчас Сформулировать Идею Отношений Как Идею Любви Романтики Единение Души Всего Такого Я В принципе Обычно Даже Когда Я Говорю Женщинами Я Предлагаю Им Я Даже Формулировку Выбираю Такую Длительные Сексуальные Отношения Вот Длительные Сексуальные Отношения Которые Могут Перейти В Дружбу Вот Как-то Так Ну Или Нет Я Вижу Человек С которым Я Могу Дружить И Я Ему Предлагаю Длительные Сексуальные Отношения Романтика У меня Здесь На Десятом Месте Я Честно Говоря Просто На самом Деле Какая Глубокая Длительная Глубокая Духовная Привязанность Мне уже В принципе Не нравится Я просто К 30 Годам Немножко Подухуел От всей Этой Хуйни Честно Говоря То есть Я понимаю Что чем больше Ты вкладываешься В женщину И дело Не в женщинах Проблема не в женщинах Проблема вообще В людях То при расставании Тебе будет сложнее На самом деле Чем больше Ты вкладываешься Тем хуже Эмоционально В том числе Эмоционально Прежде всего Особенно Поэтому Я в принципе Предпочитаю В отношениях Вкладывать Наименьшее Количество Конкретно Эмоций Единственная Эмоция Которая Я вкладываю В отношения Это прежде всего Страсть Это страсть Это как бы Мое мастерство Моя страсть Да Так как бы Я человек Горячий В этом плане Вот Но Какие-то Романтические Чувства Привязанности И все такое Я стараюсь В отношения Не вкладывать Потому что Они могут Разрушиться Эти отношения Они всегда Всегда разрушались То есть У меня всегда Даже от этого было плохо Ну да Было плохо Даже местами Кстати Было и плохо Было нехорошо И я понял Что это не должно Так работать Это очень сильно Отвлекает На самом деле От всего От процесса Написания текстов От философства Не отвлекает Отвлекает От полноценной Хорошей Качественной Жизни Соответственно Да То есть Когда тебе хуёво Да Когда вы там Расстались Соответственно Тебе хуёво Например Ты теряешь Много времени На это Это нехорошо Это нехорошо Это сбивает Моя продуктивность А моя творческая Продуктивность Это очень важная Для меня вещь И я ей жертвовать В принципе По жизни Не готов Вот Ну и мне кстати В этом плане Нравятся более-менее Честные женщины Которые не живут В каких-то Сказках Да Там Мол там Про какого-то Вечного Любимого Который там До конца жизни С ними будет То есть Я вижу Человек реалист Более-менее Да Человеку нужны Сексуальные отношения В данный момент И он вроде бы Хороший Интересный Умный Все Мы в принципе Можем попробовать Сойтись Если мы друг другу Симпатичны Если нет Ну бывает И кстати Понимаете Когда вы вот С таким настроением К женщинам подходите Вы на них потом Не обижаетесь Ну она сказала Ты мне не нравишься Окей Хорошо До свидания Все отлично Ты не начинаешь Ее сталкерить Ты не начинаешь Ей написывать Ты не начинаешь Изучать там Всю информацию Подноготную Где она там Гуляет Где она ходит А у меня были Разные сталкерские Знаете Наклонности Вообще Мне кажется У огромного количества Мужчин Есть сталкерские Наклонности Они воспитываются Со временем Так у нас Донатов Следующих нет Я затягиваю Как могу Друзья Донатим на контент Вот Ну возможно Роккор Да Я просто Избрал Более-менее Спокойную Стратегию Для себя В которой Я себя Хорошо И умеренно Классно Чувствую Вот И как-то так И вот Вот это вот Сталкерство Ну не знаю У женщин есть Или нет Но я просто За мужчинами Часто Наблюдал Такую хуйню Я видел Как преподаватели Сталкерили Студенток Ну вот Не знаю Взрослые мужики Девочек Молодых Сталкерили Я долгое время Тоже наблюдал Со стороны Такую хуйню Сам У меня были Предрасположенности К сталкингу Но я Такую хуйню Серьезно Никогда не страдал Но они просто были Это просто Мне даже иногда кажется Что это Некоторое стандартное Поведение Для неопытного Мужчины Когда он сталкивается С какими-то Высокими Сильными Такими Эмоциями Разъебывает Постепенно И он не знает Что делать У него действительно Как вот Выше Роккор написал Какая-то Наркотическая Привязанность Возникла Это Пиздец Это Такой хуйне Нельзя докатываться Самое главное Что до такой хуйни Нельзя докатываться Понимаете Это Пиздец И этого Быть не должно По крайней мере Может быть И может Такое быть Может быть Не то Чтобы не должно Но это Просто Неприятное Состояние Неприятное Состояние Которое Что самое главное Не способствует Вашему Успеху В достижении Цели Вашей Итоговой То есть Там Отношений Сексуальной Жизни Какой-то Семьи Несемьи Не знаю То есть Если девушка Ваша отшила И вы начали Ее сталкерить Вы начинаете Нравиться ей Еще меньше Блядь Чем нравились До этого Все Блядь Это Это просто Это правило Это Блядь Правило Это Стопроцентное Правило Оно всегда Так работает Никогда Не работает Иначе Если девушка Послала вас Нахуй И вы начинаете Ее сталкерить Это Нихуя Не поможет Вот Девяносто Девять процентов Случев Это не работает Вы просто Противны Становитесь Абсолютно Омерзительны Дай бог У девушки Нету Братьев Или друзей Которые вам Пизды дадут Ну или Или даже Если есть Ну Даже хуже Если вы сильнее Этих друзей Если вы им Сами пизды дадите Вы еще опаснее И хуже Будете казаться В глазах Женщины Короче Хуй знает Хуй знает В общем-то В этом плане Я просто Выработал Такую стратегию В котором я могу С максимальным уважением Относиться к девушкам Принимать спокойно Их отказы И согласия И взаимодействовать С ними Наиболее честно Понятно И очевидно Да собственно Для 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 Двух сторон Вот как-то вот так вот Я испытываю страсть Я показываю страсть Соответственно Я ничего не обещаю Я никогда ничего не обещаю Уже много лет Никому ничего Блять не обещаю В отношениях Мол Ну то есть Пизда болинг Это может быть Хорошая стратегия Завоевания Какого-то авторитета Да там например Ну вот как Алекс Лесли говорит Ну купи ты машину Ну сними в аренду машину Там например Потрахаешь девчонку Сними в аренду квартиру Там Ебнешь там тоже Ее там Сними в аренду машину Пофотографируйся На фоне этой машины Дорогой В аренду Там там Тысяч двадцать В аренду Возьми тачку Минут на двадцать Сфоткайся рядом с ней Ну все Ты пиздат Ты охуенен Ну вот Теперь девушка думает Что у тебя есть тачка Сразу Ну Позиция твоя Выше в данном случае Не я такую хуйню Не люблю Это неинтересно Во-первых Неинтересно Во-вторых Соответственно Да не то что мне нужно Наверное Ну алекса леса Нету уважения К людям Точнее к женщинам У меня уважение К женщинам Есть при этом Все Вот Ясно Когда он Все это говорит А вот Именно у него Вызывает Вот этот Вот прям Смакует Он Как она По мне Будет Страдать Как она Будет А мне Думать Как она Будет Обращаться К психологу Как она Будет Рассказывать Подругам То есть Ему Доставляет Удовольствие Не сам Факт Цекса Не сам Процесс А именно То Будет А мне Думать Она Будет Он Именно Сам Факт Того Что О нем Думает Ему Больше Доставляет Удовольствие Чем Ну Ваш Я Вообще Мега Крутую Схему Взял Да Берешь Тыж Двадцать Скидываешь С Двадцать Челами Да И Фот Крутая Схема Согласен У вас Просто Разная Цель Разный Типа Женщин А тут Понимаете В чем Проблема Мне Кажется Что Ну Одна Сплошная Ебли Это Неинтересно Тоже Понимаете Тут Как бы Есть Еще Один Небольшой Нюансик Который На самом Деле С одной Стороны Заключается В том Что Ну Когда Ты Просто Кучу Женщин Трахаешь Без Разбору Да Они Все Разные Это Прикольно Но Распробовать Нету Времени То есть Ты Как будто Инду Не ешь Это Блюдо Как будто Ты Как будто Просто Быстро Проглатываешь И бежишь Дальше Фишка Заключается В том Что Надо Как-то Посмаковать Побыть В отношениях Взаимно Друг друга Заебать Так Скажем И Плюс Минус Взаимно Прийти К тому Что Вы Расстаетесь Все Надоели Мы Друг Другу Время Разойтись А В то Время Как Лесли Ну Просто Делает Разъем Понятное Дело Что В конце Концов Вы Друг Друг По крайней Мере С точки Зрения Сексуальной Страсти Вы Друг Друг Заебете Надойдите Друг 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 Скорее Всего Это Понятно Давайте я напишу Что мы Аниме Смотрим У нас Много Аниме И тут Понимаете Мне Обе Стратегии Опять же Среди Срединный Путь Шадова Буддизм Срединный Путь Шадова В отношениях Заключается Здесь в принципе В том Что Вот такой Подход Как у Лесли То есть Фастфуд Фастфуд Женский Фастфуд Получается Нехорошо Но и при этом Какой-то Элитный Мега Дорогой Супер Пупер Ресторан Где там Сначала И до конца Жизни Надо пробыть С девушкой Нет Это тоже Не работает Это не работает Да То есть Нужен Хороший Качественный Средний Сегмент Соответственно Промежуточный Где вы Себе Сказками Голову Не забиваете С одной стороны Но и с другой стороны Вы не компенсируете Свои неудачи Молодости Вот такой вот Хуйней Мол там Я буду ебать Там всех подряд Это чревато Это для женщин Чревато Такой секс И для мужчин Чревато Вот Это просто Ну это опасно С точки зрения Всяких вот Заболеваний Там СПИДа ВИЧа ЗППП И всего возможного Это В принципе Не дает удовольствия Достаточно большого Да В принципе Ну постепенно Это все Блять Приедается Эти многочисленные Женщины Это не нужно Это в итоге Не нужно Это заебет Я не понимаю Как сорокалетний Мужик Или сколько ему там Алексу Лесли Там сорок пять Мужик в сорок пять лет Может просто Без остановки Ебать разных женщин И ему это Ну как бы Не заебывает Ну вот представьте Вы как Вот Будни у вас Вы просто Ебете Разных Женщин Раз в неделю Даже Допустим Каждый раз Новая женщина И вы их Просто Ебете 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 Разную Женщину Уф Непонятно Непонятно Это же Ну Это Монотонная Долбежка Ну Фу его знает Фу его знает Тоже В этом Нету Много чего Это Неинтересно Это Более того Опустошает Даже Скорее Средственно Сек Ну Блин Это Скорница Скорее Всего Ну Просто Пойти И Тогда Мне Еще Феррари Арендовать Да Лучше Бей Сразу Заплатил И Все Зачем Тогда Феррари Арендовать Обманывать Что-то Придумывать Молодая Она Не Знай Максимилион Раскатала Губу Она Абсолютно Точно Ленивая Она Хочет Чтобы Все Проблемы Решали И так Дальше Что Эти Бо Такой Человек А я Сыграл Такого Человека Который Типа Решал Все Проблемы Она Поверила Повелась Лол Лол Схема Леси Это не голый Король Случайно Так видите Еще и чуть Не трахнул То есть Почти Получилось Не Схема Леси Она Реально Работает Пацаны Она Реально Работает Но Бля Причем Ну Бля Конечно Не Не На Всех Работает Если Вы Мега Кукол Задрот Вряд ли Она Сработает Все Сначала Нужно Так Называемый Блэкпил Принять То Преобразить И Чуть Чуть Симпатичный А Там Уже Уже Может Он Прям натурально По методичке Отработал Про миллионы В месяц А Вот Та Самая Лол Ася Спасибо Большое Оттрахал Попользовался Ее Конкретно Да Не надо Ее Табуировать На самом деле Наоборот Надо Об этом Говорить Чтобы Люди Понимали Чего Они Хотят Просто На мой взгляд Основная Проблема Заключается В том Что Мужчины Плохо Принимают То Что Хотят Женщины А Женщины Плохо Принимают То Что Хотят Мужчины И В целом Получается Полная Хуйня Ну Вот Как раз Из-за Этого И Получается Беспорядочность Понимаете В чем Дело Когда Люди Не Договаривают Когда У них Есть Табуированность Но При этом Есть Желание С обеих Сторон Сексом Заниматься Так Потрахал Ее В разных Позах Ну Так Что Взрослые Мужчины Обманывают Женщины Которые Хотят Замуж То Я Например Опять Я Понимаю Свою Стоимость На Этому Рынке Я Понимаю Что Вот Эти 30 Плюс Летние Женщины А Там 80 Процентов Это 30 Плюс Летние Женщины Которые Запоздали Замуж И Во Мнении Видят Хороший Вариант И Поэтому Они Готовы Рискнуть Со мной Встретиться И Даже Я Готов Поспорить Многие Из них Готовы Переспать Первое На первом Светлане Просто За счет Демокрит Это Деван Шанс Как бы Что Я Женюсь Спасибо Большое Да Не Да Уже Все Поезд Уходит И Тут Тут Возникает Допрос Как бы Пользоваться Этим Или Нет Пользоваться Этой Возможностью Более Довгосрочной Цели Если Вы Ред Пил Вы Можете Это Делать Но Ред Пил Тоже Спасибо Вот Этим Не занимается Потому что Это Просто Очень Как бы Опасно Элементарно Можно Что-то Подхватить И Друг У нее Какой Нибудь Сумасшедший Бывший Который Тебя Будет Искать Потом Или Что-то Рук Она Потом Заяв Напишите Или Что-то То Обычно Там Создается Ротация То есть Вот Таких Женщин Которые Хотят За тебя Замуж Ты Их Несколько Набираешь И По кругу Мурыжишь Какая-то Отвалилась Которая Разочаровалась Ушла Ты Новую Сколько Тебе 2 3 4 5 Какую Ротацию Ты Можешь Поддерживать Одновременно Просто Разово Можно Дергать С тиндером Опять же Вы Будете Такие Женщины Которые Соглашаются Вот Так Сразу Это Как Правило Женщины Которые На голову Ниже Вас С точки Зрения Вашей Реальной Стоимости Понимаете То есть Да Если Ты Либо Молодой Очень Привлекательный Парень Либо Если Ты Притворяешься Богатым Либо Как я Если Ты Просто Популярен Очень Сильно Да У тебя Будут Большое Количество Женщин Которые Как Очень Сильно Популярен Рангом Пониже Тебя Которые Как Б Для Которых Ты Как Б Это Явный Как Выигрыш И Они Готовы Как Ни Нация Сразу Понимаете Чем Делать И Ты Просто По Сути Дела Ты Размениваешь Качество На Количество То есть Да У меня Есть Большое Количество Женщин 30 Плюс Которые Прямо Сейчас Готовы Встретиться И Я Готов Пуспорить Там Ну Половина Из Ним Будут Готовы Там На Первом Седане Перес Какая Внешка Ну Как Вот У Этого Коучи Джорджа Не Я По Азиаткам Я Фанат Азиаток Но Европейцев Люблю Негроидов Не Очень Насколько Популярнее Меня Слушайте Блять Вот Это Было Печально Притворяешься Бага Чуть Чуть Популярнее Меня А Очень Сильно Да Туда У тебя Будут Большое Количество Женщин Которые Как бы Рангом Пониже Тебя Которые Как Б Для Которых Ты Как Б Это Явный Выигрыш И Они Готовы Как Б Сразу Понимаете Чем Дел И Ты Просто По сути Дела Ты Размениваешь Качество На Количество То Да У Меня Есть Большое Количество Женщин 30 Плюс Которые Прямо Сейчас Готовы Встретиться И Я готов Поспорить Там Ну Половина Из Ним Будут Готовы Там На Первом Седании Переспать Но Вместо Этого Вместо Того Чтобы Тратить Время На Это Я Занимаюсь Тем Что Ищу Одну Хорошую Помоложе Чтобы Соответственно Создать Там Семью И Я Думаю Уже О Своих Детях О Своих Внуках Я Думаю Будущих Поколениях А Не О Своем Удовольствии Здесь Сейчас То Это Есть Порпил Пил Даже С точки Ред Пила Это Очень Все Равно Как Б Такая Стратегия Очень Опасная То Что Во-первых Те Которые Готовы Так Сразу Они Будут Качеством Ниже Чем Те Которые В Ротации Держ Те Которые В Своего Уровня Ну Ты Просто Вовлекаешь Свою Ротацию Подробнее Об этом Можно Посмотреть У меня На Густе На Видео Про Суровый Рот Основная Проблема Для Меня Заключается В том Что Девушек Моего Уровня Не Существует Это Грустно Потому Что Если Сумировать Мой Уровень Интеллектуальный Мой Уровень Физический Мой Уровень Финансовый Мой Уровень Внешне Это Прям Блядь За Это Космос Это Прям Это Космическая Величина Я Вообще В принципе Не думаю Что Я могу Найти Кого-то Равного В этом Плане И Женщин Тем Более Ред Пил Вы Выебнулся Это Шутка Но Выебнулся Что Казать Меня Я Больше Перпил Пил И Многие Из Вас Скорее Все Тоже Большинство Парней Они Не Ред И Они Именно Перпил Вы Хотите Одну Хорошую Так Ведь Потому Что Вас Не Ну Просто Давайте Еще Так Нет Если Брать Женщин Себе По Уровню У меня Были Несколько Несколько Претенденток Прям Ну Близких К моему Уровню Так Скажем Да Но Тут Отношения Случайным Образом Складывается Это Буквально Единица Женщин Это буквально Единица Женщин С которыми Мне прям Интересно Интеллектуально Разговаривать Общаться И все Такое Делать Но Блядь Иногда Просто Знаете Не складываются Отношения Все Может быть Мега Охуенно Да Как бы Но Какой-то Нюанс Может Помешать И все Конец Ну Например Философия Например Философия Например Философия Да Возможность Подержать Со мной Беседу Чтобы Со мной Быть На Равну Как На Равных Со мной Хотя бы Иметь Возможность Общаться Разговаривать Делиться Идеями Что-то Обсуждать Вот Такое Вот Человек С которым Я мог Бы В том числе Творческий Человек Желательно Чтобы Он Чем-то Занимался Что-то Творил Таких Женщин Ну Очень Мало Очень 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 Мало Очень 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 Мало И в этом Плане С таким Маленьким Таким Маленьким Количеством Женщин Не знаю Что Ее Может Быть С таким Маленьким Количеством Женщин Найти Себе Вот Одну Такую Которая Подойдет Очень Сложно То есть Действительно Найти Женщину Которая Подойдет Тебе Так Скажем по качеству ну мне например пока что подает по крайней мере по тем качествам которые мне бы хотелось видеть женщина на сто процентов я такую вообще ну может быть пару раз видел но и пару раз у меня с ними отношения просто не сложились на самом деле все а выборка в два человека это очень мало вот больше интересует именно долгосрочный результат всего этого и тут тоже мы подходим к выбору такому что нам приходится всегда выбирать либо удовольствие здесь сейчас какое-то кратковременное но долгосрок это уже ты как бы сходишь на нет ну что в долгосрочном варианте работает только гордость и гордость за результат вот гордость за результат она всегда у вас будет а вот краткосрочное удовольствие она приедается и быстро идет по наклонной понимаете поэтому как бы вам выбирать давайте досмотрим видео подписи все и после этого я ее слил что произошло она в трескалась любилась хочет получить обратно энергию я сосал с ней всю энергию или она хочет получить эту энергию обратно она хочет со мной встретиться а если не встречаюсь она будет бегать и всем подругам рассказывать какая скотина и пиарит подруги будут все влюбляться подруги придут и я тоже буду в тракате пользоваться наша логика вы должны быть понимать сеньки был этот ренток должны быть конченными подонками подонками скотами и гостями потому что телка тоже так уж и все это конец видео этап телки такие же злые скоты ну нет давайте так мне кажется что женщинами здесь есть действительно некоторая трудность некоторая трудность все таки да во первых женщины менее постоянно давайте так менее постоянно более эмоционально в среднем более эмоционально и более непредсказуемо тоже одновременно с этим в этом плане в этом плане женщины не то чтобы скоты они просто более эмоциональные агенты более эмоциональные агенты менее постоянные, рассчитывать на женщин в среднем можно меньше, чем рассчитывать на мужчин, хотя на мужчин тоже, блядь, хуй порассчитываешь, потому что мужчины смотрят, что делают женщины, насколько они непостоянны, как быстро они меняют свои позиции, мужчинам приходится под эту хуйню адаптироваться. Вот. Слову женщины верить нельзя вообще практически ни по каких обстоятельствах. Ты это правило просто принимаешь и понимаешь. Вот она тебе говорит, что тебя любит, а завтра она тебя, блядь, уже не любит. Вот она тебе говорит, с тобой хочет поехать куда угодно, хочет там с тобой жить, а завтра она уже не хочет с тобой нигде жить, и вообще ей на тебя похуй, она начинает от тебя стреляться, то есть здесь она клянется тебе, в общем-то, в любви присылает там свои голые фотографии, желает там трахаться с тобой миллиарды лет до конца жизни, да, там, а на следующий день ей уже просто на тебя вообще похуям, вот-вот вообще похуям, как-то так. То есть в этом плане женщины это довольно ненадежные агенты для договора, привет, хиппермен, вот, ненадежные, ненадежные агенты для договора, к сожалению, в среднем, не все, но в среднем да, и скорее всего вы на них и будете постоянно попадать, вот, как-то так. И в этом плане может показаться, что женщины сволочи не сволочи, это правда, но на самом деле это просто означает, что надо избрать более простую, ну, более, более, точнее, менее эмоциональную стратегию. Какое-нибудь, мы будем смотреть, ой, там дохуя всего, Леми, там просто дохуя, сейчас я расскажу. Так вот, и лучше, чтобы эта стратегия не строилась там ни на какой ненависти, хейти к женщинам, как это у Алекса Лесли происходит, вот. Хотя и такие стратегии тоже могут работать. Три серии блича, две серии предсмертного списка зомби, две серии однушки героя лорда демонов. Того, ребят, ну, я понимаю его философию, как бы его философия понятна, что телки это ленивые мрази, да, особенно топовые телки, как он говорит. На самом деле, конечно, это не топовые телки, это с точки зрения его, это топовые телки, не знаю, в каком плане топовые, все знают, что Алекса Лесли трахает страшных баб, это как бы мем уже в пикапке в сообществе. Все знают, что он, как бы, очень неразборчивый, не брезгует трапами и леди-боями, и вообще его похрен, короче, вот что. С красивой девушкой у него никто не видел. Не, на годы мы смотрим все, что есть. Там еще много контента. Редкость, на самом деле. В основном он жарит вот этих вот своих, как бы, учениц, которые приходят на его женский тренинг, соответственно, он их там и жарит. Красавчик. Они еще и деньги ему платят. Тех, кто дает. Ну, давайте так, рыбка ничего еще. У нее лицо не очень, но фигура у рыбки топ. Как бы можно так жить, да, то есть, я же говорю как-то в своем видео, что если ты нормис, у тебя, в принципе, может быть какая-то такая разнообразная половая жизнь, если ты работаешь с женщинами и через тебя регулярно проходит поток женщин. Вот через меня проходит поток женщин. И то есть, так же, как бы я могу... Настя, рыбка загуглите, Алина. Ты уже сам заниматься, в принципе, у меня есть такая возможность. Я знаю, что, наверное, многие звать хотели бы быть в таком положении. Настя, рыбка начинала с курсов Алекса Лесли, а потом пошла трахаться с олигархами. И была замешана, собственно, в некотором деле по, там, этому олигарху Дерипаски, или как-то там его зовут, соответственно. Много чего там подслушал, и в своей книжке рассказала, и был некий скандал с ней связанный. Вот. И она с Алексом Лесли, да, трахался, соответственно. Она из его курсов, соответственно, вышла. Когда у тебя есть возможность, когда-то с тобой там 200 плюс женщин хотят встретиться... Удачи лями. Ты уже можешь как-то из них потом что-то выбирать. Но, блин, я понимаю, что в долгосрока это не будет работать. Это работает, пока у меня есть внешность, пока у меня есть популярность. Когда у меня уже не будет внешности, я уже не смогу это делать. Когда у меня не будет популярности, я не смогу это делать. Поэтому у нас у всех есть какой-то вот момент, какой-то пик, да, возможностей. Вот сейчас у меня пик возможностей. Это вот, потому что я такой late bloomer, и я начал раскрываться после 35, и я думаю, что еще вот год-два у меня есть, чтобы найти, как бы, хорошую девушку. И заключить соответствующую сделку. А я могу эти год-два как бы прошляпить, просто вот жарив вот этих 30-летних, да? Ну, смысл какой? Что это? Этим потом хвастаться просто, и все. Это так себе достижение. Лучше, соответственно, сделать ставку на будущее поколение. Ну, это мое решение. В его случае, блин, уже рано или поздно у него, и это внешка уйдет, рано или поздно, он сейчас ему уже 40, скоро будет 45-50, тоже вот у мужчин. До 40 еще, я сейчас здесь, но все равно рано или поздно и у мужчин. Что если вроде уже за 40, нет? Внешка уходит. И буквально, я говорю, через 5-7 лет он обнаружит себя уже почти 50-летним таким старичком, который пытается как-то там на своем тренинге как-то там охамутать этих 30-летних баб, на что уже 20-летний, скорее всего, не будет ему давать. И все, это будет конец, собственно говоря, его карьеры. На этом его карьера, собственно говоря, закончится, и у него ничего не останется. То есть конец будет такой же, как у Влада Савельева, такой же, как у Ванамаса. И вот в чем между ними сходство. То, что и один жил для себя, и второй жил для себя. Ну, это у всего печальный конец, потому что рано или поздно ты приходишь... Ну, нет, Ален, то, что вы говорите, похоже на хуйню. По-моему, все, кто имеет много женщин, об этом говорят в открытую почти всегда. Я ХЗ. В свою квартиру, в которой нет ничего и никого. И все, что у тебя есть, это вот твои воспоминания о том, что когда-то у тебя что-то было, но с возрастом это все приедается, и с возрастом... Ну, конечно, они об этом женщинам обычно не говорят напрямую, потому что, ну, эта женщина может обидеть. А пацанам всегда говорят. Это база. Ты больше хочешь каких-то вот... То есть, у каждого человека в каждом возрасте есть свои потребности. Для всего... Сегодня я уверен, что у Коуча Джорджа у него тоже дохуя женщин было, и может быть на данный момент. Вот. И все. И он об этом говорит. У Лесли тоже официально было дохуя женщин, и он об этом тоже говорит. Как-то так. Есть свое время. И он очень засиделся вот в образе такого... Он, знаете, он, видите, он даже одевается как подросток. Он одевается как подросток, он ведет себя как подросток. Он не может смириться с той мыслью, что он уже не какой-то там привлекательный молодой парень, который имеет возможность... У меня просто публичные личности, особенно там типа меня, там, или вот Коуча Джорджа, или Лесли, мы-то прежде всего к мужчинам обращаемся. Понятное дело. А вот, ну... Это обращение к мужчинам, да, это обращение к мужчинам прежде всего. А при женщине такую хню, конечно, ее никто говорить не будет. Когда меня спрашивают, сколько у тебя там партнеров было, я такую цифру в 26 человек снижаю, то... Ну, у меня были длительные отношения, пару-тройку раз, такое бывало, блядь. Да-да-да, блядь, да, мне уже 30 лет, там были длительные отношения, все дела, блядь. Ну, и вот, как-то так. То есть, вот, до 25-ти... Это немного, парк, это немного. Идет вот это вот, еще вот эта игра, да, там, много... Нет, ну, 26, это просто немного, на самом деле. Если бы я хотел... Если бы это было спортивное дело, как у Алекса Лесли, если бы от количества партнеров половых у меня зависел бы мой заработок, в том числе и мой авторитет в некотором мужском сообществе. У, блядь, я бы набил там такое количество половых партнеров, что охуеть можно было бы. Вот. Кто-то с кем-то постоянно встречаются, еще люди не вот... Да не, не лузер парк, вы же, скорее всего, моложе меня, это, во-первых. Ну, наверное, моложе меня, предполагаю. Я предполагаю, что вы моложе меня. А во-вторых, это все равно не лузерство, если меньше, больше. Вот. Это просто похуй. В серьезных отношениях. Вы просто проси в средний возраст девушки. Я думаю, что если даже особо выебываться не будете, как бы, да, если особо стараться не будете, и вы, в принципе, более-менее... Ну, вы более-менее открыты к отношениям, и они у вас иногда бывают, к 31 году у вас и больше будет, скорее всего. То есть, если вы с некоторой периодичностью, с девушками, там, встречаетесь по месяцу, по два, по три, по четыре, да, то рано или поздно у вас там два двадцатка, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, тридцать, может быть, даже наберется. Одна девушка в год, ну, две девушки в год. Две девушки в год, короче, где-то у вас появляется, и вы, в принципе, уже, уже, как бы, вот, набираете такое количество. Ну, хоть замуж двадцать пять лет в среднем возрасте, после этого уже половина девушки женаты, еще половина в серьезных отношениях. К 30-ти там уже остаются только, вот, штучно, как бы, да, то есть, ну, что там остаются? Вот эти вот РСП только остаются, что ему там останется еще там, я не знаю. То есть, ребят, вы должны понимать, что всего свое время. И просто я понимаю, что молодые парни, которые вот это смотрят, им это, как бы, чем-то близко, потому что, либо их кто-то там, какая-то девушка бросила вас, и вы вот это все смотрите, и вы думаете, что хорошие парни никого не нужны, и так далее. Ребят, вы можете быть, как бы, хорошим, но знающим, что делать. Не нужно быть, как бы, плохим, надо просто понимать, как это все работает. И это я вот это, именно это все и объясняю вам, что, как бы, да, если ты был влюпил, тебя кто-то бросил, и ты озлобился, и что, если решил стать плохим, соблазенителем, как Алекс Несли. Ну, блин, ребят, это тупиковый путь развития. Просто я вам говорю, это тупиковый путь развития, вот это вот. Он никуда не ведет в итоге, никаких долгосрочных, никаким долгосрочным результатом он не ведет. Поэтому, как бы, решать вам, ну, я считаю, что это просто конец. Потому что все, у любой удовольствия. Ну, Лесли, наверное, и не ищет долгосрочных результатов в этом плане, поэтому норм. Да и в целом, хер знает, что, как оно получится в жизни. Пороче, хз. Рано или поздно приедается. А что остается, так это вот гордость за результат. Вот это остается. Поэтому, если вы... Так, твоя красивая молодая девушка, которую ты сейчас себе найдешь, вот, она со временем постареет. Да я даже более того скажу, она может за два года испортиться. То есть ты горд за результат, допустим, да, ты говоришь, у тебя два года осталось. Ты берешь молодую красивую девушку, договорился, смог. А через два-три года она все уже. Не такая молодая, не такая красивая. Там начала ватрушки хуярить без остановки. Что делать? Как быть? Ну такое, хуй его знает. Ну да, парк, отчасти помогают. Если женщина не начинает жрать кучу твоего времени, вот, то могут помогать. Если вы используете взаимно отношения, как некоторую сферу отдыха, то да. Если отношения начинают, ну, если над отношениями придется работать, пиздец. Ваня пишет, Алипов, кстати, говорил, что Лесли все по нейробиологии делает и уважает его. Охуенно. Да, да даже если вы RedPill или вы PurplePill, неважно. В любом случае, я считаю, что то, чему я обучаю, гораздо более обширно и гораздо больше, гораздо лучше. Потому что то, что он сам, как бы, там, кое-как, там, как-то нарабатывал, да. Это все давно известно. Это все, блин, сто раз уже пережевано, разжевано. И я просто вам это все принес, вот, на блюдечке с голубой каемочкой. И если вы не верите, я предлагаю вам просто, вот, посмотреть бесплатные видео на Boosty. И либо какие-то выборочно посмотреть отдельно, там, можно отдельное видео купить за 137 рублей. Посмотреть какие-то отдельные видео. И вы поймете, что у меня все есть. Просто все. И внешка, и RedPill, и PurplePill. Я просто лучше. Я поэтому это видео снимаю, чтобы привлечь зрителей Аликса Лесли и объяснить им, что я лучше. У меня все есть. У него только конкретно какое-то одно направление, да. По сути, он представляет собой грандиозного нарцисса. Которому, я же говорю, ему не нужен даже секс, на самом деле. Это просто маленький мальчик с соответствующими травмами, который кайфует от того, что девушка о нем страдает. Он от этого кайфует, не от секса. Ему уже, я уверен, секс. Вы, блядь, не платите на OnlyFans. У меня был OnlyFans, и там ни одного подписчика вроде бы не было. Кипецухи. Что вы хотите от меня? Где мои подписки на OnlyFans, где бабки, блядь? Где деньги Лебовские? Но неинтересно. Он просто вот такой брошенный маленький мальчик, который ищет любви, и он не понимает, что он уже сам давно вырос, ему саму надо о ком-то заботиться, ему саму нужно стать кергивером, отношингивером. Но он не хочет им становиться, он не просто не хочет им становиться, и он изъебывается, ищет любые способы, чтобы как-то... Ну, конкуренция, генеральный суперинтердамп, конкуренция. Что делать? Наебать там, подколоть там... Аниме Гудгейм, контакт, ВК. Бросить, кинуть за... Очень потом. Чтобы заставить, чтобы заставить ее просто эту девушку обратить его внимание на себя. Потому что он не может просто смириться, что все, ты, блядь, уже не молод, все, ты теперь должен о новом поколении заботиться, все, ты теперь о темпе, все, ты... Вот он не может этого признать в субботу, не может этого признать, что он не получит больше бесплатного внимания никогда. Вот он не может этого признать. Он навсегда хочет остаться прикольным пацаном, который разводит девочек. Но не будет такого. Рано или поздно не будет такого. Сколько, не переодевайся в подростка. Ну, сейчас ему 40 лет, он переодевается в подростка. А что ему, когда ему будет 50 лет, тоже будешь в подростка переодеваться? печально все это печально ребят но это разумизм подумайте за сами да это тоже разумиста но мы все знаем чем это заканчивается это заканчивается плохо ребят всегда все тогда народ спасибо что смотрели надеюсь я донес вам свою точку зрения если она вам близко ссылки в описании на 5 же redpill тоже у меня есть и тоже лучше чем вот это вот то есть redpill у меня тоже есть пожалуйста кому надо еще увидимся всем успехом